Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы будем с вами создавать фотоколлаж. Иногда это очень удобно. Быстро на одной картинке можно объединить много информации. Фотоколлаж будем создавать с бесплатного приложения Пикассо, которое наверняка есть у каждого из вас на компьютере. Заходим в Пикассо, либо таким способом нажимаем на значок, и появляется перед нами какой-либо альбом. Мы можем абсолютно разное что-то выбирать. Мы уже заранее знаем нашу цель, какие у нас будут картинки в нашем коллаже. Либо мы заходим в Пикассо способом в нашем папке, где сохранились наши заготовки. Допустим, нажимаем на картинку «Открыть с помощью Пикассо». Вот и, пожалуйста, перед нами картинка. По вкладке «Создание» мы нажимаем «Создать фотоколлаж». Вот такой холст перед нами, такого малинового цвета, яркого. И здесь будут наши картиночки. А это панель настройки нашего коллажа. Нажимаем на клипы, где и находятся все наши стрекозы. Видите, они все выделены в голубые рамки. Если мы сейчас потянем, то они все бы сюда поместились. Нам все не надо. Я сняла выделение, и мы будем по одной. Именно те, которые нам нужны. Несколько штучек мы сейчас сюда закинем для работы, чтобы было понятно, как это все действует. Ну вот, допустим, пять штук. Достаточно. Размещаем их в том порядке, в каком нам предоставляется более-менее интересный. То есть прокручиванием мышки мы можем увеличивать или уменьшать размер рисунка. Также мы можем изменить его положение. Вот, пожалуйста, вот так. Угол наклона. Допустим, это будет так. Есть функция «Поместить вниз или наверх». Допустим, вот эту картиночку мы разместим сейчас наверх, потому что тут слишком много пустого места. Вот эту картинку мы... Вот так. Эту я хочу наверх. Ну, хотя можно ее рядом. Вот так, к примеру. Вот эта картинка получилась поверх этой, но внизу этой. В принципе, тоже неплохо. Ну, к примеру, вот такой фотоколлаж мы создали. Эту меньше. Теперь пойдем посмотрим, какие возможности вообще здесь есть. Заходим в «Настройки». Вот эта вкладка нам позволяет выбрать фотоколлаж. В данный момент у нас стиль сток фотографий на беспорядочно разбросанной. Здесь мозаика, пожалуйста, вот так. Есть вот такой способ. Ну, мы вернемся к своему. И вот у нас так и получилось. Разбросанные, хаотично разбросанные фотографии. У нас такая задумка. Нам так нужно. Вот так. Что я хочу здесь изменить? Во-первых, от каждой этой картинки есть определенная тень. Я не хочу тень, к примеру. Убираем вот эту галочку «Нарисовать тень», и тени исчезают. Во-вторых, мне не очень-то нравится вот этот малиновый фон. Как-то неестественно для природы, в которой летают эти стрекозы. Но это все так, рассуждения вслух. Поэтому, вот, пожалуйста, из параметра фона нажимаем и выбираем. Голубой, желтый, зеленый. Видите, на глазах у нас меняется фон. Какой пожелаете, такой и будет. Я никакой из этих фонов не желаю. Я придумала для себя вот что. Я хочу в качестве фонов сделать одну из этих картинок. Допустим, вот эту. Нажимаю и делаю «Установить в качестве фона». Вот, пожалуйста. Картинка эта в качестве фона. Ее же сам можно отсюда выкинуть, просто удалить, либо оставить. А теперь вот эти картиночки, ну, я, пожалуй, ее удалю. А теперь вот эти картинки, которые остались, я как-нибудь тут рассортирую. Допустим так. Вот так. К примеру, это так. Летит стрекоза. Это так. Это так, это так. Вот такой вот. Это мне не нравится. Допустим, вот так вот. Какую мы сюда поместим? Ну, такие глазки стрекозы. Да, поместим сейчас в такие глазки стрекозы. Вот так вот. Ну, это всего лишь пример. Каждый делает так, как ему нравится. Ну, все. Все у нас готово. Мы можем сделать, уже сохранить и применить куда-то свою картинку. Допустим, в какой-то статье про стрекоз, где на одной картинке несколько их видов. Сохраняем это дело. Нажимаем создать коллаж. Он сохраняется автоматически в папке коллажи. Но я этой папкой не пользуюсь. И мне нужно сохранить туда, где мне это и нужно. Но для начала я хочу уменьшить размеры, потому что здесь очень большой размер фотографии. И открываю ее с помощью ПАИНТ. Изменить размер пикселей. 5120 пикселей. Это очень много. Я делаю 600. Мне будет достаточно. Вот так картинка у нас преобразилась. Программа ПАИНТ, она тоже достойна внимания. Но об этом в другой раз. И сейчас я сохраняю ее туда, куда мне надо. Сохранить как? Он опять автоматически мне хочет туда, куда он хочет, а мы сделаем туда, куда нам надо. Вот так вот у нас готов. Стрекоза. Отпустим всем. Вот, пожалуй, и все. К вашим услугам. Программа Пикассо. Творите, создавайте интересные картинки неповторимые. Программа Пикассо. Программа Пикассо. Программа Пикассо. Программа Пикассо. Программа Пикассо. Программа Пикассо. Программа Пикассо.